Здравствуйте друзья, в этом обзоре мы поговорим о управляемой термоголовке, которая устанавливается на клапан радиатора отопления. Такое устройство позволяет контролировать температуру в помещении в зависимости от различных факторов, дня недели, времени открытия окна и так далее. Особенный интерес в установке гаджетов такого типа, будет в случаях совместного использования с индивидуальными счетчиками тепла. Снижая температуру и экономя расход тепла, такая термоголовка способна перенести и значительную экономию при его оплате. Отдельная благодарность тем подписчикам, которые поддерживают мой проект на Patreon. Без вас этого обзора не было бы. Модель MOES TV01. Экран LCD с активной подсветкой. Интерфейс ZigBee 3.0. Температурный интервал от 5 до 30 градусов Цельсия. Температура окружающей среды от минус 10 до плюс 40 градусов Цельсия. Питание. Две батарейки АА. Заявленный срок работы полтора года. Уровень защищенности IP20. Размер 55,3х54х98,3 мм. Поставляется устройство в красиво оформленной картонной коробке, что не очень типично для гаджетов Туя. Тут чаще попадаются безликие коробки без надписей и картинок. А тут все на уровне. И фотоустройство, и название бренда. На задней стороне указаны основные технические характеристики, про которые мы уже поговорили. Обратите внимание, что тут все на английском, никаких иероглифов. Еще один интересный момент. На фотоустройство, которое выложено на витрине магазина, написано UMQTT, что дает надежду на совместимость интеграции ZigBit UMQTT. Так ли это, мы узнаем дальше. Комплект поставки включает в себя все необходимое, инструкцию, комплект переходников с крепежом и даже пару батареек формата 2А, ничего дополнительно покупать не надо. Что касается переходников, то в комплекте их три, что включительно с базовой резьбой термоголовки позволяет ее использовать на четырех вариантах креплений для клапанов. Все три предназначены для клапанов Danfoss, RA, RAV и RAVL. Свой тип нужно выяснить до покупки устройства. Установку переходника я покажу чуть дальше в этом обзоре. Комплектная инструкция весьма подробная, не просто листик с криво напечатанным текстом, как это иногда бывает, тут все качественно. Русского нет, есть английский и немецкий. Форма у этого устройства несколько выбивается из ряда более распространенных цилиндрических термоголовок. Кстати, дизайн был одним из факторов, который повлиял на выбор именно этой модели. Сама термоголовка имеет стандартную резьбу М30. Хочу обратить внимание, что зажимное кольцо металлическое и забегая вперед скажу, что такой вариант гораздо надежнее пластикового. В центре находится рычаг, который нажимает на клапан регулируя подачу теплоносителя. Для вывода информации тут используется LCD экран с активной подсветкой, а для управления 5 клавиш. Две большие для установки температуры и три маленькие, это выбор режимов и меню. И я скажу, это удобнее с сенсорных кнопок. У некоторых термоголовках есть такая неприятная болезнь, которая заключается в том, что при затягивании крепежного кольца, оно слетает с самой термоголовки и она просто падает. Здесь я такого не обнаружил, затягивается и держится отлично. Торцевая часть устройства. Тут можно увидеть отверстие, которое необходимо для внутреннего датчика температуры. Такое расположение позволит максимально, насколько это возможно, снизить влияние на сенсор от горячего радиатора. На обратной стороне находится крышка батарейного отсека, тут используются элементы 2А. Кстати, тоже удобнее, чем снимать крышку с цилиндрической термоголовки. Вот кстати, в сравнении с такой головкой, которая находится справа. В целом, она оправдала все ожидания, нормально работала у меня длительное время. Однако после пары падений, из-за не очень надежного крепления, пришлось крышку на изоленту посадить. Давайте посмотрим, как работает это устройство. Сначала нам нужно установить батарейки. После этого, и это будет каждый раз после смены батареек, нужно установить текущую дату и время. Далее устройство переводит нажимной рычаг в открытое положение, т.е. максимально затягивает его внутрь корпуса. После этого термоголовка переходит в режим адаптации. Ее нужно установить на радиатор, чтобы она попробовала перекрыть клапан. Для запуска процесса адаптации, нужно нажать кнопку boost. Что приведет к выдвижению штока для перекрытия клапана. Кстати, двигатель работает тихо, в метре от головки его уже не слышно. Так как тут головка не нашла клапан, на экране появилось сообщение об ошибке. Процесс надо проводить непосредственно на радиаторе. Шток полностью выдвинут. В режиме реального времени. Шток максимально открывается из полностью закрытого состояния. На все про все, минута. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь ее снова можно установить на радиатор для адаптации. У меня на радиаторах установлены клапаны Danfoss Wrap. Устанавливаю соответствующий адаптер и закрепляю его при помощи комплектного крепежа. Теперь подключаем головку, которая находится в режиме адаптации. Крепеж тут надежный, мне понравился. После запускаем адаптацию и ждем. Далее, по умолчанию, термоголовка устанавливается в автоматический режим. Управление удобное и понятное. Температура меняется с шагом в полградуса. Режимы работы автоматический, ручной и выходные. Удерживание кнопки mode отключает блокировку клавиш. Для отключения ее снова необходимо нажать и подержать. Для перевода в режим сопряжения, нужно удерживать кнопку Pair Boost, пока не начнет мерцать значок сети. Устройство относится как о системе Tuya Smart, она же Smart Life. В Mi Home или Akara Home не работает. Для подключения нужен любой совместимый шлюз, у меня проводная версия от Moes. Запускаем его плагин и включаем режим подключения дочерних устройств. Как активировать сопряжение на головке я уже показал. После этого шлюз обнаруживает голову и остается только указать и имя и местоположение. В списке подключенных устройств появляется новое. После этого доступ к плагину термоголовки будет и из общего списка устройств системы. На главном экране плагина располагается регулятор целевой температуры. Под ним показания датчика фактической температуры. Слева внизу переключатель режимов, автоматический, ручной, выходные и буст, режим быстрого нагрева. При его активации головка принудительно полностью открывается на 5 минут. Чуть выше меню настроек, а справа две иконки с солнышком комфортной температуры, с листиком режим экономии. Нажав на кнопку с шестеренкой переходим в меню настроек. Давайте пройдемся по всем пунктам подробнее. Установка комфортной температуры, это температура по умолчанию, которая будет поддерживать головка в режиме, который вызывается при нажатии на кнопку с солнышком в главном меню. Аналогичная настройка и для эко режима по умолчанию 17 градусов. Имеется параметр корректировки offset, он применяется к датчику фактической температуры, повышает или понижает значение на заданное. Режим праздника вы можете задать заранее, если например планируете уехать на какое-то время. Головка будет поддерживать в заданное время более низкую температуру, тем самым экономя на расходе тепловой энергии. Режим открытого окна, когда головка фиксирует резкое понижение температуры за короткое время, по умолчанию на 5 градусов Цельсия в течении не более 5 минут. Тогда возможно выставить отдельный температурный режим. Режим антифрост предназначен для поддержания невысокой температуры в помещении, судя из описания в инструкции 8 градусов Цельсия, просто для препятствования замерзанию. И режим остановки нагрева, при его активации головка полностью перекрывает клапан и не регулирует температуру, используется для продления срока службы батареек. Настройка автоматического режима работы, это наиболее удобный кейс использования. По дням можно выбрать либо одинаковые для всех дней, либо рабочие дни и выходные, либо каждый день недели по отдельности. Каждый день разбит на 5 временных зон, которые можно изменять и устанавливать на каждую из них свою температуру. Итого, максимально можно установить 35 температурно-временных настроек, по 5 на каждые 7 дней недели. Головка будет переключаться между ними автоматически. В меню настроек устройства все опции стандартные, тут можно удалить устройство с шлюза, посмотреть его данные о подключении, проверить версию прошивки, обновлений не было. В автоматизациях термоголовка может участвовать и в разделе если, то есть условия для нее и тут доступна одна опция проверка открытия окна. Правда я не придумал реальных вариантов как это можно использовать. В разделе тогда это действие автоматизации, тут немного больше вариантов всего три. Это та же проверка окна, тут как я понимаю ее можно включать и выключать. Кроме этого есть возможность установить комфортную эко температуру. Как по мне, сюда очень просится еще установка целевой температуры, переключение режима в активации режима Boost. Надеюсь это исправят в будущих прошивках. Два слова о Google Home, так как много тут говорить не о чем. Пробросить устройство Tuya Smart, не только это во всех в принципе, осуществляется через связку аккаунтов. Один раз в настройках Google нужно добавить Tuya и все что может быть переброшено, перебросится само. Термоголовка как бы есть, она видна. Но всегда в таком, неактивном виде. Никаких изменений тут у меня сделать не получилось, так что пока эта связка может считаться не рабочей. Теперь поговорим о работе в Home Assistant. К слову сказать, штатная интеграция Tuya Smart никак не передала данные термоголовке, скромно сделала вид, что ничего нет. А в актуальной на дату обзоре версии ZigBee 2MQTT 1.21.1.1, это устройство не поддерживается, хотя если помните, на фото в магазине было написано 2MQTT. Сначала у меня были довольно хорошие предчувствия, так как тип устройства TS0601 довольно распространен и несколько таких термоголовок уже есть в системе. Кстати моя прошлая головка с которой я сравнивал герой обзора тоже TS0601. Обычно загвоздка касается только идентификатора производителя, который штатный конвертер не знает и достаточно просто ему подсунуть новый код. Я пошел по проторенной дорожке. Нашел на GitHub ZigBee 2MQTT уже поддерживаемое устройство этого класса, тут их три штуки. На основе этих данных создал внешний конвертер, более подробную методику рассказывал в обзоре реле Gearier. Суть ее сводится в подборе аналогичных устройств и использование их данных. Тут все точно также. Стандартное начало и конец конвертера, в середине копипаст с гитхаб проекта с данными аналогичных, как мне показалось, термоголовок. Меняя только заглавие, свой идентификатор под тот же номер модели, еще указываю вендора, моя с места туя. Вроде как все получилось, термоголовка перешла в статус поддерживаемых, даже подтянула стандартную картинку. Но к сожалению, ни при попытке что-то менять на вкладке exposed, головка никак не реагировала. И параметры тут кроме уровня сигнала, при изменениях на головке не менялись. Очевидно, что головка использует совершенно другие датапоинт, чем уже ранее добавленные версии. Кстати на гите есть несколько ишью, открытых по аналогичным проблемам. Люди достаточно глубоко погружаются в определении команд, на которые реагируют такие термоголовки. Есть большие таблицы соответствий. В результате чего появляются совершенно монстроидные конвертеры, содержащие в себе сотни строк кода и описывающие в деталях все, что прилетает с термоголовки и должно отправляться ей в виде команд. Это один из вариантов, найденных мной и конечно же опробованы на тестовом инстансе. Кому интересно, все упомянутые ссылки я оставлю в описании. На этот конвертер термоголовка уже как-то реагировала, но совершенно не так как ожидалось. Весьма странно. Полноценно работать с таким, все равно нельзя. Выводы которые я только что изложил, были подтверждены и при попытке создать конвертер на базе уже существующих на SLS шлюзе. На первый взгляд все красиво, даже была добавлена корректная картинка. Но по факту, как и в ZigBee 2MQTT, никакой реакции у термоголовки на изменение параметра в интерфейсе шлюзов. И наоборот, изменение только базовых параметров отклика в интерфейсе при ручных действиях с термоголовкой. У меня сложилось двоякое впечатление. С одной стороны, мне понравилось качество изготовления, дизайн, возможности даже в штатной системе 2E Smart. С другой стороны, удручает отсутствие поддержки в альтернативных системах управления. Хотя наличие открытых проблем и много проведенной работы силами энтузиастов, дают надежды на скорое решение вопроса поддержки. В моем случае, я установил термоголовку на радиаторе в кухне. Там мне вполне подходит работа в автоматическом режиме по заданному расписанию. Дальше будет видно. На этом все. Надеюсь видео было вам полезно и интересно. Буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кроме YouTube канала, я веду еще Telegram канал, в котором публикую новости и ссылки на товары умного дома. Ссылку на него, а также на новый интерактивный каталог устройств умного дома, вы найдете в описании под видео. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok